Здравствуйте! Это Деньги за неделю. Деловые итоги минувших 7 дней. Меня зовут Ирина Шипилова. Вместе разберемся, как заработать и потратить деньги с выгодой. Начнем со свежей статистики в самом прибыльном теперь бизнесе – банковском секторе. На нашей территории дела пошли на спад. Денег на счетах клиентов в Тюменской области, Югре и на Ямале данные общие становятся меньше с начала года. Снижение почти на 3%. В рублях ушло 33 миллиарда. Это общие цифры. Если отдельно брать вкладчиков, в их банковских капиталах зафиксирован рост, правда, небольшой – в 1,2% или 7,5 миллиардов рублей. Кредитов люди стали брать больше. Бизнесу в этом году банки выдали уже больше 571 миллиарда рублей. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Физические лица, не предприниматели, заняли у банков 206,5 миллиардов рублей. Здесь рост на 20,5%. Средние ставки по кредитам сроком до года в регионе снизились на 1,6% пункта. Теперь они в районе 17 годовых. Ипотека по сравнению с прошлогодними объемами на это время выросла на четверть. По количеству таких займов выдано с начала года 26 тысяч на сумму в 51 миллиард рублей. Средняя ипотечная ставка – 12,9% годовых. Снижение за год составило 0,8% пункта. И мы по-прежнему на третьем месте после Москвы и Московской области по общему объему взятой ипотеки. С просрочкой дела обстоят лучшим образом, чем в целом по России, но доля плохих долгов растет и у нас. Если сравнивать с летними данными, в бизнесе просроченная задолженность увеличилась на 0,1% в общей сумме кредитов, а у граждан на 0,2%. Тем временем тюменские предприниматели морально готовятся перейти на онлайн-кассы. Данные о каждом чеке и каждой покупке будут моментально, но по закону возможно, что в течение месяца попадать в налоговую через интернет. Времени осталось немного и страхов у бизнеса пока больше, чем реальной информации о том, как это все будет работать. Мы постарались разобраться вместе с экспертом, директором Центра бухгалтерского учета Светланой Фоминских. Светлана, здравствуйте! У вас много клиентов-предпринимателей, вы сама предприниматель. Какие этапы и расходы предстоят бизнесу с переходом на новые онлайн-кассы? Изменения вступают в силу, то есть будет обязательно применение онлайн-касс с 1 июля 2017 года. При этом с 1 февраля 2017 года будут регистрировать уже только по новому порядку. В настоящее время теоретически уже можно регистрировать онлайн-кассы. Что это такое, в двух словах говоря, таким простым языком? Это когда происходит операция по контрольной кассовой технике и информация сразу же передается по каналам интернет в налоговый орган. Здесь уже понятно, что нужны новые контрольные кассовые машины. Либо будут модернизироваться те, которые есть в настоящее время в обслуживании, либо приобретаться новые. По контрольной кассовой технике должен быть реестр, специальные организации, которые имеют право выпускать, проверять и так далее. Людям придется приобрести, либо модернизировать. Сколько будет стоить модернизация, можно столько же, сколько и приобрести. Есть категория предпринимателей, работающих сегодня вообще без касс. Для них приобретение новой техники станет делом уже недобровольным. Есть категория определенных лиц, которые могут организации, предприниматели, зависит от многих условий. И в частности, очень широкий спектр – это предприниматели и организации, которые осуществляют деятельность, облагаемые ЕНВД. Единым налогом на вмененный доход. И те, кто применяют систему патент, они имеют право не использовать контрольную кассовую технику. Это очень много людей. Очень много. С 2018 года, не со следующего года, а с 2018, через год, они уже должны будут тоже применять вот эти онлайн-кассы. Конечно, люди беспокоятся. Во-первых, это затраты. Во-вторых, это определенные технические условия. Даже у нас бывает интернет сломался, и нет его три дня. Ну, так вот по теории читаем, где-то должно якобы копиться, потом отправляться, ну и все так далее. В любом случае, это определенные технические условия и новая контрольная кассовая техника. Пишут в проектах, что, возможно, будет дан налоговый вычет. То есть уменьшат налог на сумму затрат на контрольную кассовую технику. Ну, это еще пока только в проектах, раз в законе нету, об этом говорить еще рано. Введение новых касс – это контроль прибыли бизнеса. Это понятно. Но одним из плюсов для предпринимателей называют то, что отчетности для них с введением новых касс будет меньше. Вот у меня контрольная кассовая техника есть, да, один аппарат. Один раз в 11 или там 13 месяцев я езжу и в налоговую, и регистрирую ЭКЛЗ. Все. Один раз съездила. Там книга кассира-операциониста один раз в несколько лет закончится. В несколько лет я ее съезжу, зарегистрирую. Те, у кого большой оборот, может быть, у них часто заканчиваются эти ленты, может быть, у них много касс. И им удобно будет перейти на электронный документооборот. Может быть, для них, у кого-то там не одна-три кассы, у кого 15, 20, 30 касс. Но для покупателей они ведь смогут получить онлайн-чеки. От того, что я буду видеть эти чеки, у меня не будет больше заработка. Я не буду меньше тратить. Хлеб не станет дешевле. И мясо. Продукты дорожают. Вводится платон, вводятся онлайн-кассы. Тюменскому бизнесу, работающему в инновационной сфере, дадут денег на изобретение. До 25 ноября будут принимать заявки на субсидии. Они могут возместить до 90% расходов на создание опытного образца продукции. Теперь еще господдержка предусмотрена на испытания, которые порой обходятся дороже самого изобретения. Программа финансовой поддержки предпринимателей в научной сфере работает в Тюменской области с 2010 года. С ее помощью в регионе появилось 55 новых технологических новинок. Сегодня они применяются не только в России, но и за рубежом. На их создание разработчики получили в общей сложности 114 миллионов рублей. Проконсультироваться об условиях поддержки можно по телефону в Тюмени 556 271 и 556 277. На будущей неделе стартует новый образовательный проект «Вечерняя школа для предпринимателей». Чему будут учить региональный бизнес? Кто сядет за парты и на что повлияют итоговые оценки? Расскажет эксперт, первый заместитель генерального директора фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Ольга Проснева. Ольга Владимировна, здравствуйте. Добрый день. На будущей неделе стартует образовательный проект «Вечерняя школа для предпринимателей». На какую аудиторию он рассчитан? Расскажите, кто сядет за парты? Проект рассчитан на владельцев растущего бизнеса, то есть на предпринимателей, которые планируют развивать свое дело, которые видят его перспективу и хотят продолжать движение вперед. Я бы хотела еще сказать о том, что «Вечерняя школа предпринимателя» – это один из проектов целой плеяды образовательных мероприятий, которые в этом году реализует Инвестиционное агентство Тюменской области. Это один из элементов системы, образовательной системы для предпринимателей и не только для тех, кто интересуется, проявляет интерес к этой сфере деятельности. И в этом году наша образовательная система от школы, охватывает от школы, от школьников до уже владельцев действующего бизнеса. В этом году мы реализуем проекты «Это бизнес детки», который рассчитан на школьников с 7 по 11 классы. Образовательное мероприятие запланировано для студентов, пин-код бизнеса, оно сейчас проходит в нашем регионе. Образовательное мероприятие для предпринимателей, которые осуществляют деятельность в сфере АПК. Школа фермера. Школа фермера, да. Потом проект «Ты предприниматель» и непосредственно сама вечерняя школа предпринимателя. Есть ли какой-то возрастной ценз для предпринимателей, которые именно в вечернюю школу пойдут? Для вечерней школы предпринимателя у нас никакого возрастного ограничения абсолютно не установлено. То есть главное, чтобы человек стремился к знаниям, был готов их получить, ну и чтобы они, видел, где их применить, чтобы они были полезными. В каком формате будут проходить занятия? Интересно, кто выступит педагогами? Формат мероприятия – это обычная вечерняя школа, вот в том виде, в котором мы ее все привыкли, собственно говоря, видеть. Это вечерние занятия. Занятия будут проходить 6 дней в городе Тюмени. Ну и несколько другой формат будет в муниципальных образованиях, в других, да. Учитывая то, что спикерам придется выезжать, значит, там эта школа будет проходить полноценных 2 дня. 2 выходных учебных дня. Значит, уникальность этого проекта в том, что разрабатывается тематика модулей, сами модули выбираются, да, направление обучения выбирается предпринимателями. То есть это вечерняя школа предпринимателей для предпринимателей. Поэтому спикерами в вечерней школе будут известные предприниматели, которые уже накопили серьезный опыт, да, багаж знаний. И кроме теоретических основ управления финансами, управления маркетингом, работы с персоналом, могут дать свою оценку практических применений, практических навыков, которые вот можно получить в рамках этой вечерней школы. Эти люди живут в нашем регионе, в нашем городе, ведут свое дело. Мы их можем встретить на улицах. То есть это Эдуард Амаров, вице-президент опоры России. Это Владимир Попов, руководитель компании «Мир». Ну и другие предприниматели. Кроме Тюмени, скажите, в каких городах, в каких муниципалитетах еще будет организована вечерняя школа? Вот главная наша задача, да, это идти со знаниями, да, нести эти знания не только в городе, да, где, собственно говоря, информационное пространство и так насыщено, да, не только в областной столице, но и проводить мероприятия образовательные в других муниципальных образованиях. В этом году решено вечернюю школу провести в городе Ишиме, в городе Заводоуковске и в городе Тобольске. В городе Ишиме в прошлом году мы вынуждены были отказать ряду предпринимателей в силу того, что вот группа была уже набрана, а желающих было гораздо больше. Поэтому вот мы решили в этом году вернуться в город Ишим, и тем, кому не удалось поучаствовать в этом проекте в прошлом году, обязательно дать такую возможность. Но вечерняя школа предпринимателей – это же федеральный проект, да? Будут ли какие-то у нас региональные особенности, отдельные региональные уроки? Отдельных региональных уроков не будет. Этот проект действительно реализуется на условиях софинансирования из федерального бюджета, но его идея – это наше региональное изобретение, это инициатива нашего правительства. Спасибо вам большое. Увидеть эту и все предыдущие программы вы можете на нашем канале Тьюмин Тайм в Ютубе. На этом все. Увидимся через неделю в это же время.